Причина смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Линьки в фильме «Любовь и голуби», стала остановка сердца. Похоже, актерский состав любимой россиянами лирической комедии преследует проклятие Игоря Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер лег спать и не проснулся, остановило сердце, врачи помочь ему не смогли, известность артисту принесла роль Линьки в фильме «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. Запомнились зрителям и работы в этой картине Людмилы Гурченко и Нины Дорошинной, которых тоже уже нет с нами. Автор пьесы «Владимир Гуркин» скончался в 2010 году, известие о смерти Игоря Ляха актрису Наталью Тинякову, сыгравшую роль бабы Шуры, застала в больнице. Она даже не смогла говорить с журналистами, ограничилась несколькими фразами. Мне очень жаль, мне очень жаль, но я и сама сейчас в больнице лежу под капельницей, у меня сердечная аритмия. Ничего страшного, ничего страшного, но я просто не могу говорить, сказала артистка-корреспонденту Пятого канала, режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов сожалеет, что в последнее время мало общался с Ляхом. Я, к сожалению, редко с ним виделся после съемок «Любовь и голуби», а прошло 44-х года. Для фильма он был, безусловно, украшением, очень точным актерским выбором, отметил режиссер. По словам Меньшова, очень больно, когда уходят такие люди, тем более, что Игоря Лях был младше режиссера на поколение. Соболезнования выразил и актер Алексей Чадов, которому Лях преподавал в Щепки, с ним было интересно работать, он умел заразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, это потеря для Щепки, конечно, скорбим, жалко, цитирует артиста телеканал «360». Актер театра и кино Михаил Пореченков уверен, что Игорь Лях, как человек православный, попал в лучший мир. Мои соболезнования родным и близким Игоря, как человек православный, я надеюсь, что он попадет в лучший мир. Беда, что из нашей обоймы артистов уходят достойные люди, а нам остается разве что соболезновать, заявил актер. В последние годы Игорь Лях вел курсы в Щепкинском училище. Актер работал на театральных подмостках и продолжал сниматься в кино. Кроме картины «Любовь и голуби», зрители помнят его по фильмам «Тариф новогодней жизни» и «Судьба. Ёлки-3». Кроме картины «Любовь и голуби»